Вы можете сказать, почему такой большой. Сейчас расскажу. Какую мысль я хочу передать. Смотрите, как должен быть собран щит. Длина была ограниченная. Боролись за каждый миллиметр. Это очень полезно и всем рекомендуем так делать. Возведение и штукатурки стен. Вы думаете, какая у вас плитка будет, какого размера, какого формата, для того, чтобы правильно... Почему такой большой люк? Это для того, чтобы стяжку обязательно усиливаем при помощи, обязательно на гигиенический душ ставим. Работы и черновые материалы нашему заказчику обошлись. Всем привет! Сегодня мы приехали в жилой комплекс «Театральный парк». Это квартира одного из наших подписчиков. Здесь мы делаем инженерный ремонт. И сейчас пройдемся по работам и расскажу, сколько они стоят. Работу мы начали с разработки инженерного проекта, в который входит план возведения перегородок, план розеток и выключателей, а также план расположения водорозеток. Это тот самый базовый минимум, который должен быть у заказчика до начала ремонта. Это позволит не тратить лишних денег на переделки в процессе ремонта. После возведения перегородок приступили к механизированной штукатурке стен по маякам. Обязательно по маякам. Под правило не надо там пытаться что-то вывести. Ровная стена, она должна быть иштукатурена по маякам. Вот вы видите, какой здесь слой получился. Вы можете сказать, почему такой большой. Сейчас расскажу. Вот это у нас коридор. Он у нас такой идет буквой Г. И здесь будет плитка формата 60 на 60 сантиметров. И поэтому для того, чтобы не было никаких нелепых подрезок по углам и вдоль стен, эти все углы 90 градусов. Поэтому иногда слоя получаются большими. Но так как площадь здесь небольшая, перерасход какой-то смеси, он невелик. Но зато эстетически все будет красиво и будет смотреться очень дорого. Поэтому все эти углы 90 градусов, для того, чтобы плитка была без каких-либо дополнительных подрезок. Какую мысль я хочу передать. То есть уже на этапе возведения и штукатурки стен, вы думаете, какая у вас плитка будет, какого размера, какого формата, для того, чтобы правильно запроектировать углы 90 градусов, чтобы не было никаких лишних некрасивых дополнительных подрезок. Естественно, после штукатурки мы приступили к монтажу черновой электрики. Она у нас выполняется по потолку в серой ПВХ-гофре. Клепится при помощи клипс. Гофра и клипсы – это у нас производитель ДКС, чтобы гофра не упадала и не упала на ваш натяжной потолок. Кабель у нас ВВГ-НГ-ЛС, ГОСТовский. Обязательно производитель Конкорд. Это один из лучших производителей. И вот смотрите, здесь у нас монолитная балка. Ее насквозь пройти невозможно. Поэтому мы сделали штробу вниз, горизонтально, поднялись вверх и пошли уже в другую комнату. Весь вот этот шлейф у нас идет к щитку. И посмотрите, как должен быть собран щит, так, чтобы за него было не стыдно. Посмотрите, как красиво. Все ровно, четко, понятно. Это у нас классические автоматы, это у нас диф-автоматы, автоматы. Здесь у нас стоит вводной автомат, это вводной узол. Обязательно после монтажа черновой электрики проверяем ее работоспособность. При помощи вак соединяем кабеля, смотрим, работает ли свет. Также покупаем самые дешевые розетки, вот их стоимость там рублей, наверное, 80. Вешаем и проверяем, есть ли электричество, правильно ли работает цепь. При помощи специального устройства я как-нибудь в своем видео покажу, как мы это делаем. Здесь тоже вот, пожалуйста, выключатель в коридоре. Проверяем, как собрана электрика. Также вешаем лампочки и проверяем, как мы собрали электрическую схему. Как у нас все совпадает по проекту. Также может заказчик приехать, посмотреть, пощелкать, посмотреть. Может быть, где-то свет ему добавить еще, может быть, где-то выключатель. Это очень полезно и всем рекомендуем так делать, чтобы потом уже в конце что-то не добавлять, не переделывать, не тратить лишние деньги. После электрики приступили к сантехнике. И весь водомерный узел у нас расположен в санузле. Ширина его достаточная, чтобы расположить все элементы, а вот длина была ограниченная. Боролись за каждый миллиметр. Смонтировали систему инсталляции. А также получился вот такой водомерный узел. Бойлер на 80 литров. Почему такой большой люк? Это для того, чтобы в случае поломки бойлера, через 3-4 года, его можно было спокойно вытащить. А также, чтобы был доступ ко всем коммуникациям. Вот такой водомерный узел у нас получился. Сейчас расскажу про каждый элемент. Это у нас водные краны Авентроп. Можно поставить обычный Бугатти. Но данные краны не закисают. Их можно открыть, закрыть в любой момент, когда захотите. И причем это может быть мужчина, женщина, ребенок и так далее. То есть усилий практически никаких не нужно. Стоит система защиты от протечек Нептун. Редуктора давления фаровские. Счетчики. Это фильтры от тонкой очистки на 100 микрон. Он тоже производитель фар. Здесь вот видите, кран-байпас. Он сделан для того, чтобы можно было фильтр промывать прямым протоком и обратным. Также краны Авентроп. Здесь у нас стоят фильтра Гейзер. Это магистральные фильтра, после которых вода уже питьевая. И можно ее пить из-под крана смело, ничего не боясь. Далее идем. Вот смотрите, здесь у нас медная подводка. Это сделано для того, чтобы не было заужения протока. Гидроинпор был полноценный. Здесь у нас коллектора на холодную и горячую воду. Обязательно дюйм на три четверти. Обязательно на гигиенический душ ставим обратный клапан. Здесь у нас компенсатор гидроудара. Это сделано для того, чтобы, если в системе будет скачок давления, этот элемент спасет вашу систему от каких-либо перегрузок. Коллектор производителей фар. Вот такой чумовой водомерный узел у нас получился в этой квартире. После монтажа всех инженерных систем приступили к устройству стяжки. В данном случае она мокрая, сделана по маякам. И вот эти вот полосы, это раньше здесь стояли маяки, после чего они были удалены и замазаны раствором. Обязательно вытаскиваем маяки. Неважно, здесь будет ламинат, кварцвинил, либо вот здесь вот в коридоре будет плитка. Вот здесь тоже шов от маяка. После того, как стяжку залили, ее в течение недели нужно держать под пленкой и каждое утро обильно проливать водой. Это сделано для того, чтобы стяжка не потрескалась и набрала максимально свою прочность. Пескобетон мы используем Руссиан марки М300. Это один из лучших пескобетонов, который я только видел. Стяжку обязательно усиливаем при помощи дорожной сетки. Диаметр, чтобы хотя бы был 5 мм. Ячейка может быть 100 на 100. Перевязываем ее между собой. Ставим ее на специальные стульчики для того, чтобы сетка была в теле стяжки. И обязательно добавляем пластификатор и фиброволокно при замешивании смеси. Это все позволяет сделать прочное основание под ваше чистовое покрытие. Приборы отопления мы заменили в каждом помещении. У нас их всего 3 кухни и 2 комнаты. Переварили подводку труб. Это межосиловое расстояние было раньше меньше. Прибор отопления – это рефар монолит, биометаллический радиатор. А также заменили вводные экраны, чтобы в любой момент можно было перекрыть подачу воды и снять батарею. По желанию заказчика смонтировали несколько кондиционеров. Один в детской и один в спальне. Вот в детской дренаж идет у нас по стене и попадает в канализацию. А кондиционер в спальне. Коммуникации идут по потолку. А сам кондиционер висит над дверью. Здесь у нас будет кровать. И чтобы не дул холодный воздух на наших заказчиков, кондиционер расположили над дверью. Теперь про стоимость данного инженерного ремонта. Работы и черновые материалы нашему заказчику обошлись в 940 тысяч рублей. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...